Так, наша жизнь, наше удовольствие. Наше удовольствие в чем заключается? Наше удовольствие заключается в том, что мы позволяем себе получать качество. Это было раньше, но это вернулось и сегодня. Так вот, в смысле, какое качество мы вам рекомендуем? Это качество самого лучшего Верхнеуральского пива, которое вы можете купить прямо здесь. Здесь торговый центр «Вавилон». Чуть-чуть справа, вот, пожалуйста, туда заходим, где написано, что вы можете здесь купить. Но у маленьких есть другой нюанс. В связи с тем, что это крутой напиток, и он, в принципе, недостаточно дорогой, как составляющая пакета ароматных услуг и качества, и удовольствия, и еще и эта тема замечательного грамотного брожения. Я вам рекомендую перед выборами нового года, у нас такая штука есть, практически 10 дней мы гуляем. Не надо вам пухать. Не надо вам это делать. Спокойненько возьмите перед новым годом полторушечку, хорошо, утречком встанете и спокойненько прогуляетесь. И даже если вы будете свободненько гулять, отдыхать, грубо говоря, ладно, будет 2, чтобы это было нормально. А потом уже 2 часа дня следующего, вы будете абсолютно трезвы. Алкоголя не будет. Хорошая тема. А кто интересный? Мы говорим о качестве. О качестве напитков лучших. С напитками в среде углаздывания сложно стало, когда принцип вошел в бытие. Потому что нас заставляют думать, что мы пьем как скоты. Нам открыли не ту часть бытия. Части другие есть. Там, где нужна виза. Вот там все по-другому. А это топ капитализма. Общий. Я видел и знаю, как скоты упиваются и ужираются. Это не россияне. Мы курим бамбук. А пить пиво надо лучшее. Вот так вот это все и делается. Спокойненько зашли. Спокойненько то, что нужно купили. К слову о том, что вы можете спокойненько здесь и так же не торопливо отдохнуть. Потому что, потому что, потому что, в принципе, а почему бы и нет? То, что нужно есть здесь. И самое забавное, еще раз я вам напоминаю. У нас бары развалились. Знаете, почему они развалились? Я не понимаю. Вот люди, допустим, они даже ничего не делают. Они просто продают чужой напиток и внедряют ценники. Это нормальное явление или нет? Вы должны продавать немножко другие вещи. Еда. Это ваше тешо. Да? А все остальное не надо надирать. Я же еще раз говорю. Что вы делаете? Было время свое-то. Жизнь, которая прошла. Я даю бог, то, может быть, оно и вернется. Это был замечательный 92-й, 93-й. Когда будет красиво и ровно. Зашел спокойненько и получил удовольствие. И бегать-то никуда не нужно было. Возвращайте все это делать. Но с другой стороны возникает вопрос. Где вы такое пиво будете покупать? Объясняю. Ну, подумайте, господа мои. Если вы сильно-сильно хотите, чтобы люди у вас не валили, как твари, потому что вы их отравляете. Работайте для нас. Работайте для человека. Я еще раз вам говорю, как это делается здесь. Вы берете исключительно качественное пиво по такой же цене, которое оно вам и предлагается для всех. Хорошая тема. Интересная тема. Красивая. И вкусная. Еще раз спасибо, что в городе есть. А их немного человеков лучших. Сколько таких из разряда топов? Сколько? Не более 20. Честно, честно, вы всех их видите в моих передачах. Прямо сегодня и не только в эфире. Их мысль давать безупречно лучшее качество. В данном случае давать вам исключительное удовольствие лучшего в мире верхнеуральского пива. К слову, от счастья из интернета. Были, уж поверьте, человеки, понявшие вкус. Были, есть и будут. Потому что мы не хотим, чтобы вы дубили. Нам нужен другой результат. И он есть. Конечно, дали бы мне силы. Ах, дали бы мне силы. Но с другой стороны, силы-то у меня есть. Какие у меня силы? Вы все это дело смотрите где? В YouTube. Возможно, это сегодня-завтра, после того, как я сделал сюжет. А возможно, через несколько лет все, в YouTube останется. Правильно? То есть, в этом смысле есть небольшое преимущество меня как личности. То есть, я вам показываю. Это даже не блок. Это большее удовольствие от того, что вы умеете делать. Самое забавное? Да, уже и не самое забавное. У меня вот эти фразы иногда вылетают. Они, наверное, присутствуют у человека, который достаточно долго работает на телевидении. Я постараюсь их немножко убрать, но, может быть, и не получится-то, если честно. Но, когда мы думаем о качестве, Магнитогорске имеет право. И Магнитогорске, Верхнеуральске и ближайшие селы имеют право знать тот напиток, который вы пьете. Так вот, этот самый напиток, неоднократно я уже буду демонстрировать вам, он вам дает жизнь. Вы не пьяные, слегансухи, не сильно головато крутится. Изумительный вариант. Потому что, потому что это технология настоящего брожения. Без всякого использования различных вкусовых добавок и спирта. Это настоящее, качественное, Верхнеуральское пиво. И раз мы все-таки говорим про Новый год, раз мы говорим про Новый год, как бы вам сказать, я сторонник того, что вы в некотором количестве будете употреблять алкоголь. В некотором количестве. Но какой алкоголь вы будете употреблять? Потому что, если честно, то процентов 95 алкоголя, который продается в наших сетевиках и магазинах, это полное говно. Ну полное, полное, полнейшее говно. Я уж не говорю, что пиво, все пиво, которое там продается, тоже такое же полное говно. Говнее не бывает. А коньяки-то какие из разряда полнейшего говна. Но есть еще в одном местечке отдельная тема. Там хоть какие-то настоящие вина есть. Слава тебе, Господи, что-то у нас кое-что развернулось на круги своя. Но в остальном, я не хочу, чтобы 90 процентов, я не буду говорить, что 90 процентов, потому что есть люди, которые реально смотрят мои сюжеты. И они понимают, они уже выпили то, что должно быть. Я хочу, чтобы первого числа все вышли спокойненько, погуляв с детьми, даже съездив на своей машине. Что для этого необходимо? Для этого необходимо вам купить изумительное удовольствие. И даже если вы будете примерно дождавшись четырех часов ночи будете возливать, то в два часа дня, если вы не будете употреблять как свиньи, вы спокойненько сядете за руль автомобиля, потому что в вашей крови не будет ничего. Много и не надо. Полтора литра, ну, допустим, три литра. Это вот выше крыши. Но это качество. Это качество вкуснейшее. Да, кстати, где мы находимся? Ну, чтобы это было понятно. Магазин «Троечка» прям ровно в 50 метрах. «Троечка» пересечения советской и 50 лет магнитки. Рядышком. Рядышком для тех, кто понимает. И к слову о том, что эти понятия должны быть и для тех людей, которые рядышком находятся в других местах. Здесь очень много поселков. Давайте все-таки определимся. Не будем бухать. Будем употреблять качество. Качество мало, но оно есть. Я так понимаю, что пиво вы пили. Угу. То есть ездили, да? И в Чехию ездили. И в Германию. Вопрос. Мы говорим о качестве. Качество же неплохое на здешнем, да? Неплохое. Пожалуйста. То есть можно говорить, что вы там пиво пили и пиво пили на здешнем. То есть разницы по сути нет никакой. Ну, есть, конечно. В чем? Ну, я не знаю, как правильно объяснить. Ну, там вот свежесваренное, которое делают, вот именно они в барах своих местных. Вот мне там оно как-то какой-то другой вкус больше нравилось. Какой-то другой вкус, да? Тамошнее пиво, да? Потому что это было именно там, в тех барах. Потому что я пил не барное пиво, потому что мы в Германии пили, ну, как-то вообще мне то не понравилось. То есть, ну, привозили, ну, с этими сосисками, с ихними, с дебильными. Ну, что-то мне никакого не... А когда я здесь попробовал то самое пиво, я понял, что ура удовольствие. То есть, оказывается, здесь так же делают хорошее пиво. Да? То есть, можно говорить о том, что уровень верхнего райского завода на высоком уровне? Можно. Так вот, то, что находится здесь. Я рекомендовал бы всем приехать сюда. Город не сильно такие большие. У нас расстояние с вокзала до Сюдова это всего лишь 13 небольших километров. Для того, чтобы вы, не торопясь, пока вам наливают кальчисное пиво, просто почитали историю отношения, историю возникновения, историю переделки под лучшие мировые стандарты, а в некотором смысле даже еще и более интересными сортами пива. Все расположено прямо здесь. Очень хорошая, кстати, штучка, да? Я ее читаю, она мне всегда нравится, потому что, потому что здесь показано, как все это дело развалилось, показана история, потому что в своето время в Верхневральске не было два пивных завода, как сегодня и сейчас. Ну, лучший наш пивной завод под названием Картберг, мы его вам показываем, где он находится. Внимательно посмотрите мои дополнительные сюжеты, какая берется вода, прямо оттуда же, оттуда же, как она и берется, и рядышком все это дело располагается. Это качество. Но в Верхневральске были другие пивные заводы, то есть это почему интерес возник именно у Верхневральска, а не возник интерес у Магнитогорска, расстояние от горы. То есть если там гора Извоз это вот-вот тут, прямо рядышком с городом, где и брали в свое время лучшие виды воды, так они продаются сегодня, сейчас, естественно. Остальные, ну, что-то в других местах брали воду, но все равно это где-то примерно рядышком, а с Магнитогорска до гор, это примерно 25 километров, это если напрямую посмотреть. То есть, ну, немножко не то событийность-то, да, и само ощущение нашей воды, оно своеобразное, чтобы вы поняли, что такое ощущение нашей дивной воды, вы все это сможете увидеть, где, где вы все это делать сможете, не торопитесь, берете такая штучка, называется чайник, о, слышали про такое? А, вы не знали, что у вас есть чайник? Даже если у вас чайник с электрическим водонагревом, в любом случае откройте и посмотрите, и вы поймете, что наша вода вкусная, она красивая, но из нее не получается делать то, что вам нужно, а что получается и что делается красиво и грамотно, так вот, это все-таки вода из Верхнеуральска. Это то же самое вы не видели, я немножко объясню, потому что я-то часто видел, Самара, завод фон Бакана, находится на берегу Волги, через Волгу, то есть Волга, ну, ориентировочно это, грубо говоря, будем считать, там, 500-700, может быть, ну, не более, там, тысячи метров, и уже Жигулевские горы, то есть все рядышком, понимаете, все рядышком, у нас все это дело далековато, именно поэтому лучшие и качественные сорта пива делаются там, где есть рядышком гора, хорошая гора, извоз, ее засадили немножко, она никогда не была вот в количестве леса, такого, просто обыкновенно была гора, вот, естественно, там проблемы были, но, что имеет мысль, то есть имеет мысль другое отношение, то есть люди не хотят вас ничем травить, это не тот принцип этой дивной компании, в 2011 году как раз все это дело открылось, в 2011 году у меня они чуть-чуть раньше открылись, да, а я чуть-чуть позже, но тем не менее, как только они открылись, как только они открылись, у меня был свой ресторан, Советский Союз, да, хороший был ресторан, красивый, качественный, я не стал размениваться, я знал, куда я пойду, я нашел то самое качественное пиво, и оно есть, и дай-то Бог, когда всему этому делу наступит уже 15 лет, а это будет, однозначно, меня пригласят, и я сделаю качественный, грамотный сюжет, потому что мне это нравится, оно должно нравиться вам, и вы должны понимать удовольствие, удовольствие оно есть, и вы можете это попробовать, это несложно. Давайте забудем обухнение, и даже те, кто верит в Бога. Качественное вино на причастие, это откуда? Я уже не говорю о чудесах Бога любимого, Бога всемогущего, просто тогда не было выблетков, они после появились, а то, что сейчас в России творится, это выблетское царство, слава Богу, что это начинают понимать люди у власти. Давайте и определимся с ценами, а остальное пусть уйдет навсегда. Куда я приехал? Ну, практически рядышком к себе, в Ленинский район, Комсомольская 25. И про то же мы и будем говорить, но маленький другой нюанс, нюанс, или как бы сказать, дополнение. Сама процедура изготовления верхневральского пива полностью отвергает любое присутствие красителей, спирта и всего остального. Потому что я знаю того человека, кто это дело сделал. Этот человек дает вам возможность использовать то, что он производит. Есть маленькая особенность наших бизнесменов типа того. отдельные бизнесмены продают в Китае. Это люди, которые продают электроинструменты и бензоинструменты, которые сами не произведут. Они просто берут Китай, наценивают его и продают. Это бизнес? Нет, это не бизнес. Вообще, как бы надо объяснить, не все делают и производимые вещи реализуют. А эти делают и производимые вещи реализуют. Вы понимаете? Таких специалистов в городе не так много. Один из лучших специалистов перестроил металлургический комбинат. Виктор Филипп Ишашников отличный человек. И другие специалисты экстра уровня их не очень много. вот как-то так получается. И мы про механику процесса другую говорим. То есть люди продают собственное производство. А собственное производство они делают настолько красиво и качественно, что никто не должен даже думать об отсутствии интереса в покупании данного товара. Интерес в покупании верхневральского пива. Что это такое? Что это такое? Это идеальный вариант. В этом идеальном варианте нет никаких тех вещей, которые везде и всюду вам предлагают. потому что это правило. Вы покупаете качество. И качество это не беспокойтесь, проходите, пожалуйста. Люди же тоже должны здесь находиться. Это же их жизнь. Я сюда пришел так пообщаться. Но с другой стороны даже здесь вы берете отличный сорта пива. различные сорта пива. Качественные сорта пива. И к слову о том, я уже неоднократно здесь. Грубо говоря, скоро будет уже как полгода мы здесь работаем. Я еще не видел пьяных. Я видел людей одаренных. Две разные вещи. Люди одаренные и люди пьяные. Пьяные что это такое? Это человек состоит с красной мордой, у которого все очень сложно. Здесь нету. Здесь люди всегда меня встречают и говорят это красиво. Это красиво. Потому что мы говорим о качестве. качество здесь на самом высоком уровне. А к этому качеству вы можете здесь использовать практически все то, что по крайней мере в Магнитогорске производится. Пеледь то есть то у нас разное естественно. А вот допустим сопы и как она у нас называется окунь есть. А вот чихони нету. Нет. То есть так же нет у нас и жериха. Все везется оттуда. И вам здесь предлагается. Вы можете брать. Берите. и в оконцовке данного сюжета я вам говорю давайте все-таки сделаем другой Новый год. В этом Новом году вы спокойненько первого числа выйдите на улицу и будете получать удовольствие а не общаться с унитазом. Такие вещи тоже случаются. И давайте не будем обманывать ни себя ни родственников ни близких. и будем думать о том что мы понимаем лучшее качество. Конечно качества немного. Его практически не присутствует в природе своей. Но если бы не человек который нам это бы сделал наверное мы бы все сдохли. Как это дело было в другом местности в которой я принимал участие то хотя во во Владивостоке там в принципе все нормально и у людей иногда бывают проблемки поэтому отношение у них немножко другое к алкогольному опьянению но там люди даже поняв что возникают легкие проблемы сразу же едут и спокойненько получают лучшее удовольствие мы пока совершенно к тому не готовы и поэтому мы не хотим даже использовать жесть которой у нас очень 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 много жести нам не нужно мы не должны падать у нас не должно ничего разваливаться если мы будем употреблять качественные продукты а таких то не так что и много в принципе то то жизнь у нас повернется и будет немножко другими цветами радовать нас каждый божий день и к слову о том что пиво верхнеуральское это тоже неплохой интересный вкусный аромат так вот пиво верхнеуральское пока в магнитогорске только в трех точках а если есть большое желание если есть большое желание все те кто смотрит эти сюжеты вы уж обратитесь ко мне я вас точностью сведу с человеком который вам предоставит это пиво еще и по меньшей цене потому что они это делать умеют и тогда вы будете также продавать и после и после того как вы это дело будете продавать можете ко мне обратиться я это тоже самое сделаю и для вас потому что я сторонник того что город магнитогорск город верхнеуральск да и вообще то что находится рядом с нашим замечательным металлургическим гигантом не должно травиться алкоголем вообще вот это нужно подумать если вы сильно сильно захотите давайте сделаем все это дело вместе